Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я буду готовить настой из луковой шелухи. И покажу вам все подробно, пошагово, как я делаю. О свойствах луковой шелухи я в предыдущем видео рассказывала. Все повторять не буду, скажу только, что это натуральная, экологически чистая подкормка, которую можно использовать и для перцев, и для томатов, и для огурцов. Я рассказывала именно про огурцы. Она стимулирует иммунную систему растения, обладает восстанавливающими свойствами, имеет противовоспалительный эффект. Все свойства лука, все лечебные, все полезные, они все у нас в шелухе сохраняются. И еще вот этот вот настой или отвар, ну хоть что, он способен убивать некоторые виды грибков. Короче, он восстанавливает корневую систему растений. И очень хороший вот этот вот настой, делать очень быстро. Если вы хотите более подробно предыдущий видеоролик, смотрите, я ссылку дам. Сейчас вот только я готовлю, я ничего больше рассказывать не буду. Быстро-быстро расскажу вам, как готовлю. Рецепт вот этот вот 50 грамм на 10 литров воды. Но для удобства, как я уже говорила, я буду не в 10-литровом ведре делать, а вот эти 50 грамм буду настаивать в баклажке, вот в такой 5-литровой. И потом уже только до 10-литрового объема буду разводить. Сразу вам уточню, что это именно будет настой-подкормка для того, чтобы убить насекомых, вредителей. Для того, чтобы защитить растения от вредителей, нужно делать более концентрированную. Там делают 400 граммов шелуки на 4 литра. А у нас всего 50 граммов. Выглядит 50 граммов это вот так, она очень легкая половина. Я, конечно, сейчас уже ничего не взвешиваю, я уже знаю примерно на глаз. Но если вот так по объему половина, ну целлофанового мешочка обыкновенного. Когда-то я взвешивала, сейчас уже просто. Если вы сделаете на 5-10 граммов шелухи больше или меньше, никакого значения не имеет. Она безвредная. Вред растениям принести вы не сможете. Самое главное, так как это шелуха со старого, прошлогоднего лука, который мы сейчас вот поднимаем, зачищаем все подвалы. И вот этот старый лук, там много шелухи на дне короба осталось. Я обязательно его обшпариваю горячей водой, только из-за того, что там, понимаете, там же и старые гнилые луковицы. Я вот когда делала ревизию, много луковиц уже проросших с корнями. И много луковиц, ой, извиняюсь, сгнивших. Двигаемся. Много луковиц сгнивших и на них плесень. И вот как бы для того, чтобы не сделать хуже своим растениям, чтобы вот эту плесень, какое-нибудь грибковое заболевание не внести туда, я вот сейчас быстро, но я в кипятке держать не буду, я просто ошпарю сейчас, чтобы убить всякую заразу. И эту воду солью грязненькую, которая как... Ну тут, сами, знаете, поднимаешь лук, иногда гнилая луковица, плесневелая такая. Что попало, мы не можем, я вот именно для огурцов сейчас делаю, что попало, мы не можем под корень огурцу налить, чтобы еще не заразить его чем-нибудь, каким-нибудь грибковым заболеванием. Все, вот этого достаточно. Если там была какая-то зараза, кипятком крутым оно убьется. Я вот эту воду сейчас сливаю. И всю эту шелуху я сейчас вот в это широкое горлышко, в пятилитровую баклажку размещаю. Баклажку сразу на пробочке подписываю, что именно сегодня я сделала, чтобы мне не забыть и знать точно, когда пройдет пять дней со дня вот этого приготовления. Потом, после того, как я туда все разместила, я вот просто вот так вот делаю, наливаю воды. Воду наливаю простую, обыкновенную, теплую воду. Сейчас, ну, чтобы не удлинять, я сейчас после того, как видео выключу камеру, я все остальное затолкаю туда и долью до полного. Все, закрываю крышкой с этикеточкой, ставлю в теплое место, ну, у меня теплое место это теплица, я ставлю в преддомовую теплицу через пять дней, когда настой будет готов, он будет такого, ну, вода сейчас вот прозрачная я налила, он окрасится, луковые чешуйки окрасят его, он будет такого красивого, приятного цвета. Я вот эту вот, содержимое баклажки, вот эту 5 литров, доливаю до 10 литров. Можно в то время, когда будете доливать, можно сразу отсадить, отделить от этих, ну, от шелухи. Можно сначала разбавить 5 литрами, потом процедить. И вот то, что вы сцедите, этим можно поливать, можно опрыскивать, все это пойдет на пользу нашим огурцам. Ну, повторюсь, не только огурцам, это можно применять на всех овощах, лечебная вот такая вот подкормка, опрыскивание. Все очень простая. Поэтому я говорю, никогда не выбрасывайте луковую шелуху, она может храниться хоть сколько. Вот сейчас подняли с подвала, если много шелухи, вы ее просто на солнышке просушите, чтобы она была не мокрая, и в целлофановый мешочек положите. Такие подкормки можно делать в течение всего лета, они безвредные, пожалуйста, 2 раза в месяц опрыскивайте. Если дрожжевые, я говорила, что больше 3 подкормок не рекомендуется, потому что они все-таки, ну, они более активные, вот эта вот добавка, то луковую подкормку, опрыскивание, можно делать все лето, через неделю, через 2 недели, до самого конца, особенно вот эти опрыскивания луковые, они очень полезные. Все, до свидания. Вот это вот настой из луковой шелухи. Из луковой шелухи бывают еще и отвары, но отвары я не делаю, потому что это кипячение, сейчас летом и так жарко, лишний раз ничего не хочется кипятить, варить, заливаю водой, ставлю в теплицу, через 5 дней можно поливать. Продолжение следует...